Счастье для киноманов. В Самаре открыли кинотеатры, но с рядом ограничений. Заходить нужно в масках, обрабатывать руки антисептиком и соблюдать социальную дистанцию. В зале должно быть не более 50 посетителей. Рассадка тоже специфическая. Сидеть можно максимум по два человека через каждые два кресла. Самарцы с огромной радостью вернулись в кинотеатры. В первый уикенд, как мы открылись, во всех кинотеатрах был шквал звонков, поток гостей. Соскучились по кино. Я бы сказала, что у нас в области достаточно ответственные граждане проживают. Поэтому 99% гостей приходят в масках со своими антисептиками. Но также у нас размещены антисептики в гостевых зонах, на входе. Гости могут воспользоваться ими. В маске и перчатках нужно посещать и общепиты. Чтобы посетители могли соблюдать дистанцию, столики, за которыми сидеть нельзя, отмечены специальным знаком. Рестораны перешли на электронное меню. В избежании лишних прикосновений бумажный носитель уходит в прошлое. Теперь заказ можно сделать с помощью своего смартфона. Гости очень сильно соскучились. Они обрывали нам телефон. Постоянно спрашивали об открытии. Когда свершилось наконец-то это открытие, то у нас была полная посадка сразу. В среднем где-то 200-300 человек может прийти. Наличие средств индивидуальной защиты у посетителей проверяют во всех объектах потребительского рынка Самары. Таких больше 9 тысяч. Это торговые центры, киоски, магазины, кафе и рестораны. Всего с конца марта проведено почти 150 тысяч мониторингов. Департаментом экономического развития инвестиций и торговли совместно с администрациями внутригородских районов городского округа Самара В ежедневном режиме проводится мониторинг объектов потребительского рынка, общественного питания и бытового обслуживания. Наша задача в том, чтобы даже на входе в какой-то торговый объект человека предупреждали, говорили ему о том, что необходимо это делать. Напоминали, человек может даже просто забыть, что маска у него лежит в кармане. В основном посетителей без масок выявляют в магазинах и крупных торговых центрах. Всего с начала мониторинга масочный режим нарушили 625 объектов. Порядка 30 из них закрылись. По всем фактам направляются письма в Роспотребнадзор, прокуратуру, полицию и другие надзорные органы. Только за прошедшую среду в Самаре проверили 532 точки, однако нарушений не обнаружили. Мария Левина, Николай Епифанов. События.